ДОНЕСКАЯ НЕРОВА Обстрел велся со стороны Маринского блокпоста. Это можно определить по углу входа снаряда в почву. То есть вся основная сила пошла в обратную сторону. С этой стороны практически ничего не повреждено. Как отметили военные специалисты вооруженных сил Новороссии, по поселку стреляли из орудия калибром 152 мм. И судя по характеру и направлению воронок, обстрел велся со стороны Маринки, где в настоящее время базируется батальон Айдар. В 12, начало первого, полетели 120-е. Просто так, с ничего. Предположительно откуда? Предположительно это Маринский блокпост. Направление Маринский. То есть это можно определить по характеру направления? Да, по характеру направления. По разрывам 120-е мины. 120-е у нас тоже в дом пришло. По углу входа мины, по разрывам, так как осколки, основная часть пошла в сторону школы и в землю, а остальное – поверхность. То есть можно определить, что с того район. А уже более подробный угол входа мины, тогда можно определить примерно расстояние. Направление – вот, Маринский блокпост. На этот раз обошлось без жертв, так как обстрел произошел ночью. В садике на тот момент находился всего один человек – ночной сторож, который едва успел спрятаться в кладовой. Садик за эти два года неоднократно подвергался обстрелам, так как находится в непосредственной близости к линии соприкосновения. Он испытал на себе и прямые попадания. Обстрелы были со стороны Красногоровки, то есть видно даже и по воронкам. Обстрелы у нас начались где-то в районе начала первого и закончились где-то около трех. Поврежден садик значительно, стекла повреждены очень сильно. В момент ночного обстрела местные жители насчитали свыше 30 взрывов. Восемь домов повреждено, порядка пяти дворов стали местом попадания, разрушены гаражи, сарай и хозпостройки. Стрел начался, да еще с вечера стрелять, с Красногоровки начали стрелять. У нас в последнее время каждый день, а последние вот это три дня, ну буквально полчаса перерыва и стрельба, и стрельба, и стрельба. Начали стрелять с Красногоровки до двух часов ночи. Тут тарахтело, тут страшно, что творилось. Ну вроде летали только над домом, ничего. Потом в два часа ночи я молилась на входе здесь на полу. Если бы я там осталась, меня бы не было. Глянула в два часа ночи, думаю, они затихли. Пошла только, легла вот здесь, вот в окно, в спальне. Просвистела первая выстрел. Просвистела над домом вторая, все, я уже ничего не помню, не соображаю, шарахнула только. Через время пришла в себя пыль везде, все, не могу вылезти. И слышу, мама стонет в доме, она здесь, я здесь была, мы вдвоем живем с ней сейчас. Вылезла, не знаю, как вода шумит, я подумала, еще одна мина. Когда это перебило воду, шумела вода. Понемножко посидели, уже в себя встала, пришла в чувство. А то вышла, как глянула, ой, ужас. С соседям прилетела еще одна. Представители СКК выехали на место обстрела для фиксации разрушений, произошедших в результате обстрела в СУ. На место обстрела также прибыла мониторинговая миссия БСЕ, которая зафиксировала все попадания и последовавшие разрушения. Один из международных наблюдателей дал краткий комментарий журналистам. Вы можете читать в отчете миссии, да? Да, мы прочитаем, но вот сейчас вот. Ну, вы видите, оттуда, да? Оттуда. Там у нас что получается? Юг, у вас север, запад. Ну, север в эту сторону, норд, да? Норд, сюда. Это юго-запад. Юго-западное направление. Да. Также пострадала стоящая рядом церковь, на двор которой упал один из снарядов, уничтожив все окна и повредив внутреннюю отделку церкви. Жертв нет. Позиций артиллерийских батарей вооруженных сил ДНР в Старомихайловке нет, и огонь по жилым домам ведется целенаправленно. Украинская армия продолжает героически воевать со школами, детскими садами и церквями. Дмитрий Зиньковский, Виталий Чех. Специально для Новороссия ТВ. Дмитрий Зиньковский, Виталий Чех. Дмитрий Зиньковский, Виталий Чех. Продолжение следует...